Пока поезда стоят, нужно проверить каждый закоулок вагона, чтобы не было забытых вещей и подозрительных предметов, обеспечивать безопасность пассажиров и их ежедневная забота. Каждый сотрудник транспортной полиции должен иметь представление о технических характеристиках поезда, знать габариты и укромные уголки, где потенциально могут быть спрятаны запрещенные предметы. Здание ЖД вокзала под присмотром. Ведется видеонаблюдение на платформах. Сотрудники транспортной полиции проверяют документы подозрительных граждан. Специальный кейс КПМ за считанные секунды скажет, находится ли в федеральном розыске гражданин. У нас специфика определенная. Если что-то случится, нам надо делать это очень-очень быстро, потому что поезд уедет, самолет улетит, пароход, грубо говоря, уплывет. Поэтому, если что-то происходит, мы не можем ждать и терять ни минуты. В зимнее время затишье, а вот летом приходится торопиться. Ежедневно ведется проверка до 50 поездов и 70 самолетов. Задача сотрудников полиции – это сопровождение в поездах, особенно это детские перевозки, чтобы не случилось, не дай бог, что с детишками. Охрана общественного порядка, граждан, то есть граждане наши едут нередко. Сами знаете, в поездах бывают компании и так далее. У кого что пропадет, и тогда уже разбираемся. Также административная практика – это нарушения, в том числе и антитабачного законодательства. Тем более, введены уже санкции за курение. И на перронах нельзя, и так далее. Специальные подразделения работают на территории железнодорожного вокзала, аэропорта и морского порта в Анапе. Линейный отдел МВД России по транспорту 7 лет возглавляет Сергей Дымалазов. Результат слаженной работы – ни одного факта детского травматизма. И 7 лет бессменно именно анапский отдел лучший в Краснодарском крае. Служба опасна, трудна и не видна на первый взгляд. Но в работе транспортной полиции мелочей не бывает. За каждой мелочью – человеческая жизнь.